Главный трейд в господобольном клубе Днепр Вальдемара Схомича, защитник Павел Ревзин. Павел, пожалуйста, Ваш краткий комментарий о матче. Сегодня хорошее настроение. Мы наконец-то выиграли в овертайме, хотя в принципе до него не должно было доводить дело. Я думаю, в моральном плане это очень продвинет нашу команду вперед и даст, я думаю, больше моральной уверенности в пятом матче, в которой мы также будем продолжать бороться и планировать выигрывать. Вопросы к игроку? Нет, спасибо, Павел. Вальдемарас, пожалуйста, Ваш комментарий. Позавчера я хочу поздравить команду с победой. Я очень рад, что у нас получилось выиграть эту игру. И не хочу смотреть даже на те ошибки, которые мы сделали в конце и почему нам получился овертайм. Но я думаю, что каждый игрок из таких матчей должен вывлекать. Но у нас не всегда получается, что в одной игре ты делаешь ошибку, а в другой игре ты повторяешь ее. Два раза нельзя. Если кто-то видел, я подозвал игрока, и мы обсудили, что должны делать на последней атаке. И получилось ни то, ни другое, и мы вышли в овертайм. А в овертайме, знаете, что всегда это уже кому больше повезет, кто будет сильнее. Как говорится, выиграли подборы. Мы выиграли сегодня немного, но выиграли 4 подбора. И я думаю, что эти подборы нам очень помогли. Помогли наши трехочковые броски, особенно в первой половине. И помогло то, что игроки держали до самого конца концентрацию и не терялись. Спасибо болельщикам, спасибо всем. Вопросы к тренеру. А есть силы у команды добавить возможности в пятом решающем матче? Куда они исчезли? Есть, конечно. Мы же весь год тренировались для того, чтобы они были. В конце уже вы сознательно переходили на игру теми игроками, которые отдавали больше предпочтения в игре. Не рискуя ставить ни Коренюка, ни Закурдаева, которые не попали в игру. Ну, это был риск какой-то определенный. Неважно. Иногда игра играется шести игроками, иногда восемь игроков. Иногда ты, когда все хорошо, выпускаешь всех двенадцать. И у нас определенно осталось сейчас, скажем так, те, которые были на площадке по ротации. Жалко, что у нас Виталий получил травму и вряд ли сможет сыграть следующую игру. Он растянул пах. И поэтому нам надо будет думать, кто может его заменить. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо.